всем привет и сегодня урок информатики на этом уроке мы поговорим о логических функциях логическая функция это функция результатом которой является истина или ложь категории логических относятся функции если и или истина ложь не давайте посмотрим на примере ячейку c2 внесена внесена соответственно логическая функция или и соответственно в ячейке а2 можем убить истину ячейки b2 можем увидеть ложь и соответственно а2 или б2 то есть истинно или ложь соответственно мы получаем истину помимо этого существуют составные логические выражения функция и или не позволяют создавать составные логические выражения. Форматы этих выражений следующие. И логическое значение 1, логическое значение 2, 3, 4 и так далее. Далее или логическое значение 1, логическое значение 2 и так далее. И соответственно не логическое значение, то есть отрицание какого-то определенного значения. И посмотрим на пример. Например, нам нужно составить следующее логическое выражение, что у нас а1 должно быть больше 10, и при этом еще b3 должно быть больше 20. В данном случае к нам вернется либо истина, либо ложь. Давайте теперь поговорим о функции если. Что это за функция и как она записывается? Если пишется логическое выражение, далее пишется значение если истина и значение если ложь. Значение определяется так. Если логическое выражение истинно, то в этом случае значение функции равно значение если истинно. Если логическое выражение ложно, то значение функции равно значение если ложно. И помимо этого существуют составные функции с если. Функция сумм если вычисляет сумму только тех чисел из диапазона, которые удовлетворяют заданному условию. Функция сразначь, если вычисляют среднее арифметическое тех чисел из диапазона, которые также удовлетворяют условию. И функция счет ясни подсчитывает количество ячеек из диапазона, содержимое которых удовлетворяет заданному условию. Давайте посмотрим на конкретный пример. Выясним, сколько решений имеет логическое уравнение, которое вы можете увидеть на слайде. Запишем формулу для вычисления логического выражения с помощью логических функций. Как это у нас будет выглядеть? Мы видим, что у нас, соответственно, как мы это будем записывать? Видим, что у нас есть две скобочки, между которыми происходит операция логического умножения, то есть i. Соответственно, первое, что у нас будет идти, это i. И после этого у нас будут, соответственно, через точку с запятой указываться эти две скобочки. Что у нас происходит внутри скобочки? Внутри скобочек у нас происходит логическое сложение, то есть или. В первое у нас, соответственно, складывается, точнее, сравнивается через или x1 и не x2. А во второе у нас сравнивается через или не x3 и x4. И после этого давайте внесем данные в таблицу. Вот такая таблица у нас получилась. Мы идем от значений, где у нас все наши четыре части нашего выражения равны нулям, до того, где они у нас все равны единице. Получаем следующую таблицу. И в конце давайте посчитаем количество ложных выражений. Для этого мы воспользуемся функцией счет если. После этого мы выделяем диапазон наших результатов, то есть это Е2 и Е17. И мы будем считать их в том случае, если в этой строке мы получили ложь. И можем увидеть, что у нас их получилось ровно семь. Итак, давайте теперь поговорим о финансовых функциях. Финансовые функции используются для почисления размеров выплат при погашении кредита, банковских процентов на вклады и для определения процентной ставки. И, например, мы можем увидеть одно из использований финансовых функций, а более подробно мы о них сейчас поговорим. Итак, но для начала давайте разберемся, что же может являться аргументом финансовых функций. Итак, это ставка, процентная ставка за период, ПЛТ, это выплата, производимая в каждый период, например, раз в месяц. ПС, это проведенная стоимость инвестиции, КПЕР, это общее число периодов платежей по кредиту, например, 12 месяцев или 24 месяца. БС, это будущая стоимость инвестиции и ТИП, число 0, если оплата в конце периода, и число 1, если оплата в начале периода. И давайте познакомимся с некоторыми такими функциями подробно. Первая функция это КПЕР. Функция КПЕР помогает рассчитать количество периодов для выплат. Выглядит она следующим образом. Записывается КПЕР, потом идут обязательные аргументы. Это ставка, ПЛТ и ПС. БС и ТИП уже не обязательные аргументы. Напомню, что ставка это годовая ставка в процентах, разделенная на 12. ПЛТ это сумма, которую клиент ежемесячно должен возвращать в банку. ПС это, соответственно, размер кредита. Итак, давайте рассмотрим конкретный пример. Пусть ставка кредита в некотором банке составляет 6% годовых. Клиент хочет взять кредит на сумму 1 млн. рублей и должен выплачивать 10 тыс. рублей ежемесячно. Нужно определить, за сколько периодов клиент сможет погасить кредит. Запишем нашу функцию КПЕР. В качестве аргументов укажем. Во-первых, мы записываем нашу процентную ставку, деленную на 12. Далее мы пишем минус 10 тыс. Почему минус? Потому что мы будем эти деньги именно возвращать в банку. И последним аргументом указываем сумму, которую мы берем в кредит. Получаем приблизительно 139 периодов или 11,5 лет. Следующая функция это ставка. Функция ставка вычисляет процентную ставку за период. Выглядит она следующим образом. Ставка и указываются три обязательных аргумента. Это КПЕР, ПЛТ и ПС, о которых мы говорили, когда разбирали предыдущую функцию. БС и ТИП также являются необязательными. Давайте разберем конкретный пример. Пусть клиент хочет взять кредит 500 тыс. рублей на 3 года. При этом выплачивать он может по 10 тыс. рублей ежемесячно. Может ли он воспользоваться предложением банка ставка по кредитам, в котором составляет 10%? Итак, давайте запишем нашу функцию. Это ставка 36. Это, соответственно, у нас количество месяцев, которое у нас в 3 годах. То есть мы 3 умножаем на 12. Дальше мы пишем, что мы можем возвращать по 10 тыс. рублей. И в конце указываем размер всего кредита. Получаем процентную ставку за месяц 2%. Процента, соответственно, процентная ставка за год составит 24%. Таким образом, клиенту можно брать кредит в банке со ставкой 10%. Так как если он сможет выплачивать кредит со ставкой 24%, то кредит со ставкой 10% он выплачивать точно сможет. Итак, следующая функция это PLT. Функция PLT вычисляет сумму периодического платежа. То есть того платежа, который клиент должен платить каждый месяц. Давайте посмотрим, как она записывается. Первое, что у нас записывается в обязательных аргументах, это ставка. Дальше к пере, это как раз таки количество периодов. И следующее это PS, то есть размер нашего всего кредита. Рассмотрим на конкретном примере. Пусть ставка кредита в некотором банке составляет 8% годовых. Клиент хочет взять кредит на сумму 10 тысяч рублей. При этом он должен погасить кредит за 10 месяцев. Какова в этом случае ежемесячная сумма платежа? Итак, первое, что мы пишем, это размер ставки, деленный на 12. Далее мы пишем, соответственно, 10, так как мы должны погасить кредит за 10 месяцев. И последнее это сумма всего платежа. Получаем ежемесячный платеж 1037 рублей 3 копейки. И давайте подведем некоторые выводы. Функция, результатом которой является истина или ложь, называется логической. Финансовые же функции используются для вычисления размеров выплат при погашении кредитов, банковских процентах на вклады, для определения процентной ставки и так далее. И на этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи на следующем уроке.